здравствуйте дорогие друзья с вами вновь сангейтс радио и у нас снова в гостях борис увайдов специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины здравствуйте борис приветствую несколько слов о борисе увайдов это специалист 40 40-летним опытом работы руководитель и организатор академии естественных наук с помощью которой каждый человек который окончил 10 классов может в течение 3 6 месяцев получить полные знания о том как самодиагностироваться и вылечиться в домашних условиях пользуясь достаточно простыми и не дорогостоящими средствами то есть по сути человек получает возможность исцелять себя и своих родственников знакомых друзей вот закончив этот курс в академии естественных наук у бориса имеется 5 книг 12 аудио и 10 9 которые вот связаны с этой академией все это человек получает обучаясь в академии и получает бесплатные консультации по вот этому курсу ну то есть по сути еще раз повторюсь не обращаясь к врачам можно исцелиться от целого ряда заболеваний вот сертификат который как я понимаю выдается по окончанию академии но дело даже не столько в сертификате сколько в бесценных знаниях которые ну наверное нищем нельзя сравнить потому что стоимость здоровья и ценность здоровья не сравнима нищим хорошо бориса и насколько я знаю мы сегодня с вами поговорим о лечении пиявками совершенно верно вот представьте себе все эти ученые до знаменитые которые написали по 20 по 50 книг вот были совершенно согласны что природе всегда существует методы вот естественно которые способны прежде всего дать возможность человеку быть здоровым счастливым и талантливым и чтобы раскрутить все свои таланты благодаря хорошему здоровью и энергии они тоже применяли пиявки значит согласно истории пиявки еще применялись в древнем египте и греции в вавилоне то есть те врачи которые раньше применяли значит все методы здоровья в основе имели тоже кровопускание мы сейчас видим что древние значит арабская медицина применяла так называемую хиджама там тоже кровопускание но без пиявы то есть кровопускание с банками и она до сих пор применяется не только арабскими специалистами и врачами но также и европейскими я знаю что есть центр по хиджаме в лондоне есть париже есть в многих и я думаю что и в ленинграде москве тоже существует и они с успехом применяет вот этот хиджам значит нужно отметить что до революции земские врачи и вообще врачи которые применяли врачевание всегда применяли пьяк и на первом месте занимала россия которая продавала 20 миллионов явок год вот лечили пятками практически все болезни вот как современная медицина применяет антибиотики жаропонижающие там гормонально и так далее раньше применяли пьянки на втором месте занимала франция она продавала почти что столько вот кто выписывал эти пьянки врачи выписывали врачи верили в эти методы потому что видели эффекты видели результат видели наглядное не залечивание а выздоровление от многих заболеваний я хочу привести примеры значит исторический факт и я мечников он значит был директор научно-исследовательского института пасовского института где работал также совместно пастор луи пастор международные ученые он значит заболел у него был паралич рука бездействовала и по-моему он не мог говорить и плохо слышал лечили его все врачи разного калибра без всякого без всякой пользы и надежды вот в конце концов позвали георгии рода терапевтова он поставил где-то 16 18 пиавок и через три дня он уже пошел на работу значит такой деятель хирург главный хирург которую поставил сталин во времена сталинградской битвы сорок втором году он разведу полевой госпиталь и там он лечил не офицеров и солдат и спасал и ставя по 50 пиавок за раз спасал их от сепсиса заражение крови пирогов утверждал что хирургия это есть позор официальной медицины сам хирург говорил что зачем резать органы богом данные когда можно сделать все без операции так вот что сделает пиавка 1 никакой хирург даже не может сравнить то есть по сути их использовали вместо антибиотиков когда идет речь о лечении сепсиса ну я был я сравниваю просто сейчас же эпидемии каждый врач у чего сразу антибиотики чуть чего сразу антибиотики а что пиавки переродили что а что пиавки стали обезьянами что они такую функцию и до всякого вполне если они раньше излечивали и сейчас будут излечены значит просто значит монополии которая организовала всю эту систему медицинскую им просто невыгодно это просто ну за даром человек может вылечиться понимать вот возьмите все опухоли доброкачественные вот излечивается а также женские заболевания излечивается пиавками очень все просто вот видите да я знаю у вас собственный опыт был лечения женских заболеваний пиавками совершенно верно я притом я могу гарантировать что не ничего не надо резать не грудь сниматку яичники все это профанатит все это с весня как говорят у нас вот просто люди людей зомбируют и врачей и больных и как говорится если слепо видел слепого то обои упадут в яму прежде всего надо человеку разгипнотизировать в чем дело ведь эти эту тварь изобрел мог наверно бог умнее немножко чем человек значит если слюна сейчас ученые уже нашли более 200 лекарств они только вот гепарин и герудит которые врачи обнаружили так это говорит о том что 200 различных лекарств которые знают как и что действовать для восстановления здоровья помимо того это самая высшая сила слюна который восстанавливает капиллярное кровообращение и нет лучшего лекарства в мире который бы так быстро бы не восстанавливал нервные клетки капиллярное кровообращение и доставлял питательные вещества включая кислорода нет лучшего лекарства в мире и у меня такой опыт и вера в эти пиявки что когда я ставлю эти пиявки и вижу результаты я вижу самого бога которая лечит через пиявки он же придумал я и что пиявка делает и в слюне это все его фантазия его фантазия и его как бы гениальное изобретение для здоровья человека то же самое как лекарственные магические травмы более ста тысяч лекарственных растений это его фармакологии это его творение для нас для всего живущего все что ползает существует и живет пользуется его природой так почему же такой человек дурной тупой не понимающий законы природы и законы здоровья который не может сопоставить что выше что полезнее что нужнее хотя я не отвергаю современную медицину там есть тоже много хороших вот поэтому и нужно отличать истину от заблуждений насколько я знаю пиявка вообще питается космическая энергия когда нет возможности питаться кровью она в течение по моему года живет и идет речь о питании тонкими энергиями во первых она восстанавливает полностью биополит человек во вторых когда она насасывает вернее сосет кровь она в то же время насасливает и свою сыну и вот эту космическую энергию которой она питается я ее держи и держу и сейчас они у меня есть вот до полгода они могут вообще находиться в воде есть это не хлорированная вода то никаких проблем она может жить и один интересный ученый так сказал если ты поставишь пиявку на капот машины машина заведется какая сила у нее слюна вот но это же целая наука герудотерапии я рассказывал как они мне помогали и насколько глубоко насколько эффективно они не помогали что я был часто буду рассказывать и даже не верится я знаю что люди которые нет опыта ты не имеет значения врач или не брать если у вас нет опыта вы не можете верить как свет естественно пьяка восстанавливает здоровье человек расскажи свой опыт у меня был abscess и у меня были такие страшные боли естественно я не верил в эти химические таблетки таллинолы вот но у меня все время плавали пья я никогда не ставил это было давно 25 лет тому назад я тогда жил в сан-диего вот не ставил на десны это немножко побаиваться думаю будет больно и так далее на самом деле когда приспичило я взял и поставил и она тут же сразу взяла потому что там близко криминозные сосуды и блаженство но буквально через 10 минут мне так хорошо стало боль совершенно прошла что я удивился и я заснул я заснул я не знаю сколько я спала она такая большая была прямо из-за рта выходил вот я проснулся испугался думаю она же могла заползти а потом думаю но все равно она перевалилась бы и вышла практически не опасно вот и значит да я ее взял немножко йодом помазала они йод не переносят спирт не поносит сильный запах не переносит она сразу упал и все не надо было мне вообще к врачам сейчас если вы пойдете на интернет посмотрите люди идут от дурости от незнания делают операции десятки тысяч долларов дают чтобы им перетянули там десны потому что там генгериты парадонтозы и всякие болезни десен из-за этого расшатываются зубы это потом начинают удалить их и 8 начинается очень большие проблемы так пиявка на высшем уровне сделает этапы операцию без всякого ножа и никакой операция делать не нужно расскажу я тогда в жил в нью-йорке я настолько верил пиявка я как бы любые болезни совмещал я не говорю что только пиявки но в комбинированном плане с пиявками скорость выздоровления будет десятки раз быстрее идти скорость выздоровления и вот там была одна женщина я лечил с гепатитом или си бери в ней был гепатит си вот я и значит поставил пиявки ее лечил целебными травами вот делал специальные методики техники залманова и этих ученых и она поставила свое здоровье вот я каждый год приезжал в нью-йорк потом как-то приехал смотрел вот она же муж у нее был часовой массе мы с ним друзья были а брат его был фармаколог он доставал пиявки одно время в америке не так просто было доставать я то есть это был только фармаколог врач врачам натуропатам тоже не давали только врачам вот medical да кстати до сих пор россияне вообще за океаном не знает что творится вообще в медицине в америке здесь но кого-то и ярхарическая медицина вот самые богатые опасные врачи это те которые одевают белый халат их называют как medical доктор потом идут на ступеньку ниже но очень богатые и тоже опасны которые выписывают химии это остеопат врачи там немного другая школа другая философия но она более близко естественной терапии только тем что они работают с позвоночником третья категория врачей это кара практик каждый получает согласно степени и это и раки например больше всего получает вот врачи эти они классифицируются кардиологи урологи и ревматологи cmd medical doctor хирурги вот они получают от 100 тысяч 120 тысяч год до полмиллиона доллара и больше хирурги получает в месяц вернее в день 150 200 тысяч долларов все остальные когда практики дальше гомеопаты врачи натуропаты и ижди психологи нищие по сравнению с этими врачи и до сих пор люди вот я ехать был и болгарии там и там и там и если врач натуропат они защит оценивают это так миллионеру любой в радио них это меня вот эта система очень как бы сложно и люди живут здесь по 30 лет по 40 лет иностранцы да и не знаешь что творится вообще в медицине вот так вот эти тогда врача за исключением врачей medical doctor не давали не выписывали и не разрешали писать я америке пятки официально работает только некоторыми клиниками хирургически после хирургических операций и это они ну где-то запустили это где-то 20 лет до этого вообще не было пьяных вами вот так вот я поставил ей и теперь да у ней была проблема со спиной она лежала значит в какой-то клинике есть казались что у нее какие-то диагнозы и она не могла пошевелить ноги вообще лежала на животе вот я и поставил около 18 пьяных сразу на спину и потом сам отсасывать вот китайские банки есть вот ставил банку и отсасывал эту черную кровь значит там где болезни там застой там генозная кровь и нарушено питание трофика разрушенный иммунитет место вот после этого значит я после того как прошла не останавливать три четыре пять часов пускай кровь идет через три дня она пошла уже были праздник и она пошла уже на праздник но я сказал что надо как делать какой массаж такие компрессы как себя вести как спитаться это все конечно в корпусе за три дня человек поднялся был порой датчик приходит ко мне один значит как его так и называются до юбилер с костылями пришел значит у него с ногами проблем типа артрита артроза и у него значит вот правое плечо практически он не мог поднимать руку я ему тоже поставил палат 10 пьявок и на ноги и на руку все через неделю он костыли бросил вот я говорю друзья вот когда я работаю с пьяками я вижу бога через эти пьяки но кто мог создать эту тварь кто от сырости же не могло зависеть все такие ну как и все сущее безусловно это тоже создано богом вот если я буду рассказывать одно на мне хватит целого дня чтобы показать насколько вот эти эффективные пьяки но смотрите техники раз я ставлю пьяки по системе залманова академик вот некоторые вот после полу как поставят тут же они закрывают и кровь не выходит я считаю что это ошибка есть разные мнения но в сущности и все это помогает никогда не вредит есть противопоказаний но мало вот возьмите видите тоже написал написал это герач гераченко никона ну известны те кто интересуется знает кто такой никона значит все болезни все болезни гинекологические урологические кардиологические все прекрасно восстанавливается вот именно герудотерапия значит я смотрел на ютюбе значит интересные моменты когда была женская сексуальная патология и бездетность так вот они брали 7 пьявок расширяли значит влагалище и прямо вводили эти пьявка яркий цервикальный канал шейкума все опухоли рассасывались все воспалительные процессы там цисты доброкачественные опухоли все проходило ну несколько раз они это делали вот каждую неделю восстанавливал чувствительность оргазм повышался десятки раз вот сексуальная жизнь поднималась и как бы открывалась новая жизнь чувственность то есть восстанавливалась все что женщина должна иметь от рождения и женщина начинала беременность как я сказал если совмещать и сочетать пьявки с другими комбинированными методами будет чудесное исцеление сам бог работает через свою природу значит некоторые его кавказцы говорят а вы доктор гарантию даете как механик на 6 месяцев на три года вы даете гарантии я говорю врачи тебе никогда не дадут гарантии потому что мы же не будем но я тебе объясню что я могу дать не стопроцентную гарантию от 1000 процентную гарантию если ты проходишь в мою программу я тебе объясню почему он говорит почему я говорю потому что первых я не знает будешь ли ты выполнять домашнее задание как я тебе буду говорить больше ты понимать они них только механически исполнять а понимать для чего все эти процедуры делать выделишь ли ты поменяющие создание сознание свое как правильно питаться как сочетать как держать режим допустим я скажу тебе в 9 часов вечера иди спать пойдешь не будешь смотреть телевизор то есть уйти от этих погубных привычек я же не могу тебя контролировать но я тебе даю 1000 процентов гарантию если ты исполнишь вот эти три пункта первое в исцелении участвует прежде всего моя информация вторая это твое выполнение и когда мы будем очищать и кровь и клетки и органы и ты будешь исполнять законы здоровья которые бог утвердил сам бог начинает работать через тебя на тебя для тебя для выздоровления эти три персонали ты работает без перебори только на успех в этом гарантии если бог подключается в это лечение а что такое бог бог это космическая энергия она сейчас разъединены почему потому что ты настолько деградировался то эта энергия на не проходит через тебя наоборот она вытягивается а когда мы сделали но как бы расстроенная гитара ты можешь играть на гитаре нет но когда настроишь гитару у тебя хороший голос вот тогда он будет проявляться правильно и все будут слушать как ты поешь но никогда никто не будет слушать когда ты играешь на расстроенной гитаре борис мы немножко уже ограниченного времени огромное спасибо за очень интересный рассказ я думаю это было очень познавательно и очень полезно и наши телезрители наши слушатели надеюсь поняли что вот та академия которую вы организовали в рамках которые можно изучить и также использование пиявками это действительно бесценное сокровище и грехе мне воспользоваться вместо того чтобы делать дорогостоящие операции всевозможные медицинские процедуры с множеством побочных эффектов которые часто приносят больше вреда чем пользы но видите это такое дело что ярки применяли с тысячелетиями кто их выписывал я сказал что все врачи выписывали раньше так вот вот эти все профессора которые лечили дом романовых вот включая там был такой лекарь бадмарь они все тоже применяли пьявки разработанные на системе обо и бансина авицы авиациона лечил королей в авиациона было написано канон врачебной медицины у меня все это было когда я еще и жил в россии он признанный авторитет в медицине а он тоже свою очередь и учился у древних целителей и врачей поэтому это же не новые какие-то способы не проверен зачем проверять на крысах на кроликов когда уже этот метод гиротерапия опробирован тысячелетий логично вполне когда спрашивается почему так редко когда врачи в настоящее время не применяют ну наверное мы говорим просто о том что лопатическая традиционная медицина применяют те способы лечения то есть это по сути бизнес и применяются те способы лечения за которые можно взять больше денег а пиявка она слишком дешевая я вот так вот подумал сколько красивых молодых женщин лишаются чести здоровья травмируют психику и делает их инвалидами навсегда вырезает безбожных грудь вырезает матку и ящики вырезает предстательную железу но я-то знаю что это все можно вылечить без всякой операции людей держит под страхом говорят им глаза не сделайте операции умрете не сделаете то-то 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 и все человек гипнозе он подписывает свой приговор лишается этих божественных органов и уже никогда никогда не восстановит свой здоровье вот для этого я и говорю что не торопитесь операция это самая крайняя вещь если только вы умираете вам необходимо сделать операцию делаете все эти хронические болезни это не смертельная болезнь они все излечиваются в каждой клетке каждая клетка этично готова пожертвовать собой своей жизнь она запрограммирована на альтруистическую любовь как жизнь муравей каждый муравей имеет коллективную память имеет коллективную программу жертвовать свою жизни ради коллектив также наши органы наши клетки это как солдаты готовы пойти в бой отдать жизнь за реактивную жизнь нашего организм но мы не даем возможность проявиться этой жизни и этой альтруистической любовь а вот пиявка восстанавливает эту любовь и клетки начинают функционировать нормально потому что в крови вся сила вся мудрость и есть вот это вот потенциальная резервная запаски силах которые восстанавливают здоровье это все делает бог борис еще раз огромное спасибо за очень интересный рассказ я думаю мы можем еще этой темы коснуться в следующих программах может быть в каком-то другом контексте на самом деле и лично для меня это было очень интересно я для себя подчеркнул массу полезной информации спасибо вам еще раз и до следующих встреч удачи удачи спасибо всем здоровья до свидания удачи